Юным журналистам из объединения «Серебряная перушка» не хватило всего одного балла, чтобы сравняться с ближайшими соперниками в конкурсе сюжетов о метапредметной Олимпиаде. В номинации «Специальный репортаж» ролик Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова занял второе место. Сами ребята, анализируя проделанную работу, говорят, что мало внимания уделили творческой составляющей. Скорее, мы больше работали в этом ролике над техническим качеством. Это монтаж, операторская работа, работа со звуком. Руководитель объединения Татьяна Исаева считает, что ребята справились с заданием очень хорошо. Пересъемкой они продумали структуру сюжета, детально поработали над соблюдением условий конкурса. Татьяна Борисовна отмечает в своих воспитанниках креативный подход к выполнению задания. Например, когда снимали эту метапредметную Олимпиаду муниципального уровня, Кирилл забирался и на высоту, на шведскую стенку, и ложился на пол, и под столы, и ходил там кругами с каким-то специальным устройством. В этом творческом тандеме обязанности четко распределены. Кирилл Новикевич – оператор, Андрей Махмудов – корреспондент. На съемках сюжета конкурсу нужно было взять интервью руководства департамента образования, членов жюри, педагогов, самих участников метапредметной Олимпиады. И тут Андрею пригодили знания, полученные в объединении юных журналистов. В любом случае нужно как-то вывести человека на то, чтобы он ответил себе на вопрос, и как-то сделать так, чтобы он мог ответить развернуто и ответить так, как не отвечал еще, наверное, можно сказать, конкурентам. Ребята не в первый раз участвуют в конкурсах телевизионных репортажей. Татьяна Борисовна считает, что опыт и практические знания, полученные в различных проектах, заставляют ее подопечных двигаться вперед и достигать поставленных целей. Это очень хороший формат для развития, потому что вот как раз эти сжатые сроки, строгие условия, они заставляют людей сразу подучиться, сконцентрироваться, применить все свои навыки и развить их, расширить. Впереди у ребят новые конкурсы, интересные фестивали и работа над воплощением в жизнь собственных творческих проектов. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.